А кто ненавидит Папича? Абсолютно... Мне кажется, он реально настолько дебил. Папича должны посадить... Артём Граф. Блять. Просто с нихуя. Это видео. Витаю, дамы и господа. За что все ненавидят Папича? А за что его ненавидят? Почему я только сейчас узнал, что его ненавидят? Нет, чат Бешу, так вот с вас спрашиваю. Вы как раз ютуберские здесь, в большинстве своём. Вот вы ютуберские, значит, смотрите там, условно, стримеров на ютубе. Скорее всего, и контент потребляет, исключительно только на ютубе, потому что эти пидорские твичи вас не интересуют. Так вопрос к вам. Вы ненавидите Папича? Нет, да, нет, да, да, нет, нет, нет. Ну, короче, большинство нет. Хотя здесь скорее нужно поменять характер вопроса. Почему величайшего всё ещё никто не отменил? Многие люди в интернете, смотря на медийную карьеру, Виталия Цалячи... Забанины в 30, кстати. О, блядь. Плажимгол, ты-то куда с этими собаками? Это же, ну, альтушный тренд. Ну, ты мужик, как минимум. Куда... Часто задавались такими мыслями. Ибо давайте на чистоту. Если любого блогера, кроме Артаса, поймают в том, что он кормил детей, его, как минимум, возненавидит половина народа. Но к величайшему, ох, извините за мой каламбур, удивлению, Папич со времён Дианочки 14.1 не то что поднялся, взлетел до небес, имея 100 тысяч долларов в месяц, сживя в шикарных номерах Дубая. Так ещё и подписчики, видя, как другие стримеры о нём отрицательно отзываются, активно называют их завистливыми клоунами. И в этом вида... Так нет, там же в большинстве случаев рофлит. Да кто негативно высказывается? Блядь, подожди, я реально чё-то пропустил. Ну, то есть, то, что Папич рекламировал Казик, мы знали всегда. То, что он сейчас пошёл, получается, на такую авантюру из-за Казика, для кого-то, возможно, станет удивлением, но, блядь, он всегда мог на неё пойти. Просто сейчас, из-за, как бы, ситуации у него в стране, он, блядь, переехал. И тут ещё вот такой кейс появился с блогами. Как бы, блядь, я лично, вот лично, я не узнал ничего нового про Папича из этой ситуации. Вообще ничего нового не узнал. Нет, реально, объясните, с чего сгорели с Папича? Я просто, может быть, ну не сильно выкупаю. Ну, правда, что, что, что? Вообще-то, я вам расскажу всю историю Папича. Вы узнаете, за что определённый Круглиц хочет снести ему кабину. 14-1, ну вот, окей, 14-1, это понятно, как бы, да. И, конечно... Кабину? ...же получите ответ на всеми нами интересующий вопрос. Правда ли, что блогеры, подобно жалким, ничтожным тараканам, кусают локти, смотря на богатое положение в Рейс Кинга? Ваш король вернулся. За 9 лет стриминговой карьеры Папича происходило много всего любопытного. От происшествий под названием Сталкер... Не знаю, мне максимально интересно, кто хочет выгибать Папичу за то, что он сейчас сидит богато живёт. ...кидает камни в окна, заканчивая мемом Дианочка 14.1. И знаете, если говорить за Виталика в целом, то можно сказать, что этот человек, ну, как минимум, крайне нестандартен в плане мышления. Потому что, смотря на его... Тин, кушай каки почаще. Я ел каки. ...так называемый образ жизни, складывается ощущение, что Папизи живёт сегодня... Бля, самое смешное, что даже не я этот мем придумал, блядь. Это придумал, сука, башкир. Который просто в конце сказал, я ел каки и вышел. ...нешним днём, совершенно не думая о будущем. Вы это и сами прекрасно поймёте с течением этого ролика. Но чтобы видос был объективным, давайте начнём сей рассказ с точки А. Данный промежуток таймлайна является рождением великолепной деятельности Папизи в интернете. Скам, истории про кормление, желание чесать свои запястья и много чего прекрасного. Ладно, стартанём сей божественный рассказ с мошенничества. Мало кто знает, но задолго до своей стримерской карьеры Папич занимался тем, что с помощью жалкого обмана кидал на бабки чуваков из всяких форумов. Интересно? Да, кстати, на самом деле много кто из стримеров занимался подобной хуйнёй. Причём кто-то есть покрупнее, более осознанном возрасте, есть кто-то помладше. И, кстати, дохуя. Я, например, делал стилеры, штатик говоря, под видом читов. И я давал их читерам, типа, чтобы они, типа, играли с ними, а я забирал их аккаунты просто. Ну, я, ну, в данном случае, я, кстати, я считаю, что это, я ещё, блядь, Робин Гуд. Я считаю, что я в данном случае Робин Гуд. Я забирал бедные аккаунты у грязных читеров, которые в Агбан бы получили на эти игры. И я давал бедным, богатым, ладно, богатым людям. Ну, не важно, блядь! Ну, я, я считаю, что это не так плохо. Это плохо, но во благо. Я бедные маленькие аккаунты забирал плохих людей. Вот так вот. А я знаю, что есть другие стримеры, там некоторые, которые, ну, часто занимались подобным. Уже в более осознанном возрасте. Кстати, подобную хуйню советую больше искать у людей, которые занимаются, ну, киберспортом. Потому что там такое сплошь и рядом. Ну, просто потому что люди, которые занимаются, играют в игры, они зачастую пытаются как-то скамить другого. Ну, так просто вышло. Поэтому, если будете искать вот среди, получается, стримеров, которые там когда-то КС играли, сейчас играют в КС. Будете изучать то, что у них было до стримерского хайпа. То, я думаю, вы найдете дохуя интересных историй. Это, ну, это просто база. Каким образом, все просто. В те времена злой Артас являлся топ-3 плеером Доки 2. И понятное дело, что у него было много всяких разных аккаунтов, которые тот продавал по выгодным ценам. Однако, когда происходил процесс сделки, Папези просил стопроцентную предоплату, а потом исчезал. Такой уровень невероятной наглости не остался без ответа. И в 14-м году Папича с позором выгнали с форума для общения, показав все личные данные. Позже свой поступок Лудоманыч оправдал тем, что не видит ничего ужасного в том, что он кинул, цитирую, «Тупое животное». И представьте себе, это еще цветочки. Ведь помимо этого, в 2012-м году Папаня поставил в фильму «Сумерки» 10 из 10 на... Просто напоминаю, он Берсерк назвал говном вроде как. Причем я очень сильно угорел с этого, потому что он в конце ревел, а потом такой... Говно ебаное. Просто параша. Параша ебаное. Согласен, этот грех уже по-своему страшнее ебанника сатаны, но смысл далеко не в этом. Понимаете, другим произведениям Папизи подозрительно ставил довольно-таки низкие баллы. И однажды какой-то чел спросил у топа 10 тысяч по адекватности причину столь высокой оценки. И величайший ответил ничтожному человечку, что в кино и в сериалах обязаны быть красивые девочки, желательно спортивного возраста от 11 лет. Ну да, Кормилыч, блядь, на своей волне. Так я говорю, нельзя Папичу давать оценивать фильмы, где есть дети, блядь, или там подростки. Просто запрещено, понимаешь? Ну, Кормилыч, он, ну, немножко, да, странноватый в этом плане. Да-да, ваши уши вас не на***ли. По мнению... Да, блядь, то, что Папич с этой хуйнёй, мы уже давным-давно знаем. Естественно, мы это осуждаем, господи. Папича заниматься футболом могут и пятиклассницы. Кстати, хотите забавный факт? В моменте, когда Папизи замутил этот угарный анекдот, он высрал эту приколюху о том, как в 19 лет покупал мороженое 14-летней девочке. Я, кстати, на самом деле в охуях до сих пор, что вот эта тема же, ну, популяризировалась. Ну, и Папи нам всем похуй. Просто порофлили с Папани на эту тему, а потом такие, ну, ладно, бэбэ. Хотя, казалось бы, ну, это же пиздец, нет? Ну, это же реально пиздец. Но почему-то с Папани это не работает. То есть, все такие, ну, ладно. Окей, окей. Какой молодец, не так ли? Просто все угорают. Услыша это, уверен, часть людей скажут, камон, а вдруг эти посты подделаны? Или вообще Папаня тогда рофлил? Специально ради таких... Блядь, я, 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 я брал никуда. Я его пригласил домой, чтобы срофлировать. Угодумов, я покажу вам высказывание Папича, когда тот стримил Доту в 2013-м, то ли в 2014-м году. Все прекрасно понимают, что 14-летняя девочка, это уже нигде не пиздец. 14-летние девочки, такие бывают, что просто шок. Половина мужского населения планеты Земля, они изи собранятся на 13-летнюю девочку. На 13-летнюю. 13-летняя девочка, это часто взрослая женщина, по сути. Надеюсь, никто... Блядь, почему это так работает, объясните. Если бы это сказал какой-нибудь другой, я бы сейчас сидел, ну ты ебанутый, нахуй. Бля, просто животное ебучее. Когда Папани говорит, я сижу и просто усываюсь с этой хуйни максимально. Типа думаю, бля, Папани, какую же ты хуйню несешь, и это смешно. При этом, ну, мы реально сделать же ничего не можем даже с этим. Только рофлить. Бля, это как так работает, я не понимаю. Больше не будет отрицать странное влечение Папзана. А, и да, чуть не забыл. В 2010-м году Папич показал людишкам... Блядь, ну, понимаете, подрост. Это лишь цифра. Цифра-ка. Цифра. Цифрич. Похуй. Захотел, выбыл, типа. Цифра, бля. Бывает? Да-да, бывает. Свои поцарапанные запястья. Процентов 95% людей, у которых вот этот вот коронавирус, если они просто будут спать нормально, у них действительно все само пройдет. Как многие знают, 2020 год стал золотой ж... Тюрьма это лишь комната. Просто закрытая. Бывает. ...былы для каждого стримера в интернете по причине глобального локдауна. Но, в отличие от других блогеров, Папичу досталось по полной программе, ведь 10 октября ютубер под никнеймом Морф записал большое разоблачение на величайшего, где тот показал ту самую легендарную пасту Маньякича с признанием в кормлении с ложечки девочки 14 лет и 1 месяца. Почему не Дианочку? Да потому что этот мем появился чуть позже, наберитесь терпения. Чтобы вы понимали, насколько эта ситуация вызвала лютую шумиху, даже тупой п***тилетний Майнкрафтер Джим Голд наблюдал за этим со стороны. А знал я Папича чисто как прикол, не более. Ну, кстати, я думаю, да, у многих отношение к Папичу чисто как прикол. Даже к моменту, когда он сильно ебашил, это просто его интересно смотреть, потому что как он отреагирует на очередного рунира в команде у него. Даже иногда если он, иногда это он сам. Блин, такое чувство... Ну, я не знаю, лично для меня Папич в те времена это головач на максималках. Ну, прям вот идеальный, который умеет реально играть. Похуй на одном герое, но умеет. Реально что-то понимает. Придумывает билды. Которые, кстати говоря, блять, и работают иногда. И некоторые реально становятся, блять, мейнами. Но это самое абсурдное. То есть, вспомните, сколько Папич делал хуйни. Но на деле много кто перенимал этот стиль игры. И это, блять, работало, сука. Понимаете? Как будто бы это было вчера. Сижу такой в субботу на все майки и выбираю себе крутой анимешмод. Поскольку в те времена я фанател по Аяна Коджи. Стыдоба. И в реках ютуба мне попадается этот видос с довольно красивой превьюшкой. И да. Так как на все майки можно создавать свои футболки с любыми принтами из игр, сериалов и ютуба. Я вырезал Папича. На-на-на-на-на-на-на-на. Сухим из воды гений манипуляции. Ответ прост. Абсолютный па***изм. Все верно. Папич решил просто не отвечать на вы***оны от глупых людишек. Из-за чего, несмотря на весьма хорошие аргументы. Большинство зрителей Папизи не оценили этот разбор, ссылаясь на то, что все посты подделаны, ибо величайший так сказал. Да и вообще спрашивать человека за слова 8-летней давности не по-мужски так-то. Примерно в таком ключе отвечали хейтерам. А потом, после этого, он с этой 14.1, блять, видео попадает. Фанаты Папизи, за счет чего Лудоманыч смог сохранить лояльность аудитории к своей персоне. Да и непонятно почему, но в те времена почти никто из популярных стримеров особо не давал реакции на это разоблачение. В результате, последствия видоса «Он вам не Папич» были заморожены на один год. Какую Диану, какую, блять, 14, как, что, блять? Из-за разоблачения Марфа над Папичем постепенно стали сгущаться тучи, потому что все больше и больше людей находили старые посты Артаса. Но, к сожалению, для бестолковых ненавистников почти весь контент величайший поудалял. И, по идее, ситуация с кормлением... Бля, вот если у меня есть, так, старые посты, то там только кринжатина какая-то, ну, прям, просто кринж ебучая. ...должна была остаться типичным мемом для фандома Маньякича Коих Навалом. Однако, Ро... Через год Папич вновь совершает ошибку, спалив на стриме переписку в Вайбере. Казалось бы, пухой, но зрители Папзана захотели попытаться расшифровать этот скрин и смогли прочесть слово «Дианочка». После раскрытия столь отвратительного факта, фанаты Адекваточа вспомнили, за что его смотрят. И насыпали этому лудоману в районе 100 тысяч с вопросами о том, покормил ли он Диану, а то если девочка останется голодной, то будет не ахти. Смотря на такой ситуэйшен, народ удивлялся уровню пи***ца, потому что человек, являясь объективным любителем помладше, остается безнаказанным. Так еще и фармит на этом лаве. Но, как говорится, недолго песенка играла, недолго фраер танцевал. Что разрушило карьеру Папича? Что разрушило карьеру Папича? Откуда вот он знает-то? Просто вопрос. И, во-первых, сказать, что у него разрушенная карьера. У чувака все супер охуенно. Он прошел через миллиард конфликтов. Ну, то есть, очевидно, если бы он хотел лучше монетизировать, получается, себя, он бы делал это несколько иначе. И, скорее всего, он вернулся бы на Твич, потому что, ну, там просто дотера в целом больше любят. Просили, Джим, а какой год в жизни Папича был самым безумным? Я бы без каких-либо сомнений ответил ДПСЧ22, ведь именно тогда величайший обосрался по полной программе, уничтожив окончательно свою репутацию. Короче, дело... А что он сделал-то не так, бля? Пошел играть в Майнкрафт, сука, за деньги, или Шрека проходить? Дело такое. 17 января в интернете появляется видеосообщение из Телеграма, где 14-летняя дева... А, он про это? Ну, да, да. Блядь, самое забавное, вот они рассказывают про Папича так, как будто, типа, он вообще, ну, слился, и все, у него полный пиздец происходит и по просмотрам, и у него денег нет. Но прикол в том, что Папич это действительно исключение из правил. Он... он... у него столько зашкваров, шо пиздец. Но его комьюнити, да и вообще в целом всем, ну, просто похуй. Так вот вышло, я сам не понимаю, почему, правда, но это просто факт. Обычные нормы морали просто на Папича невозможно перетянуть и попытаться как-то за что-то отменить и предъявить ему. Просто, ну, никак. И я не понимаю, ну, я сам не знаю, почему. Возможно, из-за того, что он мемк, ходячий. Возможно, из-за того, что вот он такой вот человек, типа, с неординарным мышлением. Я хуй знает. Девочка, записав себя на камеру, случайно показывает самого Папича. Для тех, кто не знает, по пизде было тогда 30, мать его... Макс, у Папича скоро лям на ютубе, у него сейчас 900... Блядь, прикинь, лям у стримера на ютубе, у СНГшного. Вообще охуеть. О, лет. И так как пруфы... Я в той стеклоподобных знаю только чилов, которые ебать так стараются, и при этом еще стримов выкладывают летсплеи отдельными выпусками, еще превьюхи делают. В странных движений, буквально на лице, каждый блогер стал об этом активно говорить. Даже братишкин не остался в стороне. Папа Нестер такой влетает, типа. Эх, кто зовут? Влетает. А, нет, подожди, си, до сюда. Нет, не снимай меня. Я такой думаю, что, что ты там делал? Как вы понимаете, из-за глобальности этой ситуации, папичу впервые пришлось начать доказывать свою невиновность. Просто, к вашему сведению, Папизи никогда по-серьезному это не делал. В первое время величайший оправдывался тем, что вообще-то они просто играли в карты. Однако, вспоминая эти слова... Все прекрасно понимают, что 14-летняя девочка, это уже нигде не пи... 14-летние девочки такие бывают, что просто шок. Как-то не очень-то и в это верится. Но, видимо, благодаря бесконечному капиталу денег, та самая девчонка активно молчала и в любом удобном случае говорила версию Папзана. Вот три сториза из её инсты. Всем, кто меня хейтит, это для вас. Вы пишете, что у нас был Джага Джага и всё другое подобное. Но на видео даже нету ничего такого. Я была в одежде, да и со мной была подруга, которая смотрела за мной, ибо старше меня. Я была немного пьяна, играли в карты и пили в чай. Это правда. Ничего не было. Играли в чайный пакетик, да? Даже простых прикосновений. Такой ответ от виновницы торжества не понравился никому, ведь все за счёт старых моментов были уверены в том, что Папзан творына, которую надо кинуть в костёр. Масло в огонь подлила ещё вторая волна оправданий от Лизагубыча. Они то пьяны. И что? И что дальше? И что ты мне предлагаешь? К чему ты мне это вот, ну, говоришь? Согласитесь, приколдесная ответка от Папизди. Прекрасно. Не, присунь, 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 блядь, мне присунья. Присунь, блядь, как это слово говорится? Присунь, 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 присунька, присунька, присуньция, присуньция, как слово это говорится? Присунь, присуньция невиновности, как это говорится? Присуньция, презупция, блядь, какая презупция нахуй? Презумпция, презумпция, презумпция невиновности должна быть, вот. Поэтому, ну, вдруг реально Папич никого не трахал. Не, ну, вдруг, не, ну, блядь, реально, не, не, ну, вдруг. Показывает его высоченный уровень аргументации. Смотря на такой расклад сил, Артас понимает, что эту ситуацию... Бля, на самом деле, смотря на Папича, ну, честно говоря, вот написал, получается, лучший стат 2х2 в чате, что вдруг он девственник. Я, честно говоря, ну, почему-то тоже так долго и думал. Долго думал об этом. Ну, мне... Бля, блядь, да, я реально думал о половой жизни Папича, но мне реально казалось, что он девственник. Учитывая, насколько он аскетыч, учитывая, как он общается, ну, мне кажется, ему было бы сложно найти женщину. ...нельзя оставлять на самотёк. Поэтому тот опубликовал видос под названием «Мерзкий мир вымышленной реальности». И если говорить за этот видосик, ну так, по чесноку, то это были худшие оправдания за всю историю человечества. Нахуй я судил. Мерзость, мерзость, мерзость. Это реально единственное, что приходит на ум. Все любят фантазировать, все... Все хотят интересную реальность. То есть готовы нафантазировать о чём угодно. Лишь бы это можно было обсуждать, лишь бы на это можно было хайповать, лишь бы это можно было как-то, наверное, как-то форсить. И тебя будут потом обсуждать, что этот человек, если он, допустим, противоположного пола, значит, ты, короче, уже с ним там в каких-то отношениях, все дела, все такое. И это всё будет обсуждаться бесконечно. Только, допустим, потому что вас там увидели вместе. Просто поэтому. И всё. А вот что будет, если к вам случайно на квартиру попадёт человек противоположного пола, да ещё вдруг окажется малолеткой. Вау! Ну, начнём с того, что у тебя на квартире как бы человек, который никак не связан с тобой родственно, и было 16 лет. Ну, это странно, что у тебя ещё дома такой человек находится. Ну, это просто странно. Ну, как должны были сойти звёзды, чтобы у тебя на квартире оказалась девочка несовершеннолетняя? Как, блядь? Это просто странно. Ну, ты хочешь сказать, что ты с ней дружишь? Ну, нихуя, если нашёл брата по разуму, да? Да даже так, ну, типа, стрёмно приглашать такого в гости. Хрен знает, что подумают. Да, вы всё абсолютно правильно поняли. Папич решил прикрыться тем, что если у него в квартире была пьяная девчуля возраста 14 лет, то это не значит, что между ними что-то было. По факту так и есть, но... Думаете, это рожачно? Нет, дальше будет в разы смешнее. И меня спрашивают, почему там пьяный? За сахаром зашла, да, 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 прям 100% просто зашла такая за сахаром. Привет, папаня, можно у тебя сахар? И виски с колой. Не пьяная я е... Ну, по идее, всё логично. Пьяная, не пьяная, дыра есть дыра, верно? Особенно для такого человека, как папич. В отличие от 2020 года, данный промежуток времени добавил тонну геморроя в задницу величайшего. Ведь некоторые хейтеры Адекваточа решили от его имени позвонить в полицию Украины и сказать, что... Самое угарное, что какой-то мусор сфотографировал паспорт нашего Витальника и опубликовал в интернет всем подписчикам Глаза Боба на потеху. Пать, рофл, представители закона нарушают закон, забавно, да? Такой расклад повторялся ещё... Ну, это вообще дерьмо, кстати. ...4 раза, пока папича не внесли в вайт-лист. Но из-за того, что интернет-тролли больше не могли срать Лиза Губычу под дверь, те стали угрожать его жизни. Об этом величайший рассказал у себя в ролике. Тактика у хейтерской брази немного изменилась, а, типа, б***нирования, я так понимаю, не работают уже нормально, поэтому теперь новая тактика, это, короче, угроза у б***я. Плюс обвинение меня просто во всех, я не знаю, во всех, во всей, во всей, во всей гадости. Тряска вокруг этой жопы двигалась ещё несколько недель, пока папич не опубликовал благотворительный видос для семьи с болеющей девочкой. Этот жест доброты настолько понравился подписчикам, что постепенно гнев в сторону величайшего стух, как спичка под дождём. И на этом ситуация с Дианочкой 14.1 официально закончилась. Айсберг папича, айсберг папича, смотрим? Вообще, в моменте написания сценария у меня не было плана на раздел с 2020... Подожди, получается, угрожали ему жизнью хейтеры, да? Я думал, какие-то стримеры вот сейчас, из-за того, что он поехал в Дубай, а если так, то это вообще похуй плюс похуй. Уже вообще ничего нового не узнаем. ...вы с третьим годом. Но, посмотрев айсберг папича, я узнал, что, оказывается, маньякич хотел начать кидаться страйками на фанатские каналы. Ох уж этот мистер кормилец, про него халявный контент делают, а ему не нравится. Вон, некоторые по 200 баксов платят, лишь бы были видосики. Хорошо, что... Не, мужик, на самом деле, с одной стороны, да, типа, какого хуя, эти чуваки делают тебя популярным. Но, на самом деле, он имеет право так выебываться. Тот же самый Куплинов, он говорит, вообще не делайте про меня нарезки, все будет только на моем канале. В какой-то мере, для таких чуваков, это действительно... Ну, они действительно считают, что у них забирают трафик. Он действительно имеет право кидать страйки на каналы, которые делают про него, если он сказал из условия, то, что давайте, ребята, никто не будет делать ничего про меня. Ну, правда. Лично я считаю, что это тупо. Но с моей позиции я объясняю, почему это тупо. Потому что мне как раз-таки эти каналы приносят овер дохуя. Именно с точки зрения новой аудитории, которая про меня не слышала. С точки зрения Папича, ну, ему как будто это нахуй не нужно. То есть, о нем и так знают чуваки, если захотят, и так его найдут. При этом, учитывая, какой он последний ролик выложил, где как раз-таки говорит о том, что его заебало все эти вот эти прикольчики, ну, прикольчики, он хочет быть просто душным, блядь, папаней. Что, в принципе, кстати, он опроверг, грубо говоря, своим же поведением спустя время. То все приходит к тому, что, ну, блядь, ну, чувака такое видение. Я считаю, что это тупо. Со своей колокольни. Но, да, он имеет право. Кто фанаты зад***или по пизде, и тот, видимо, передумал. Фух. А то я уже начал бояться, что эта титаническая работа канет в лету. Тут, может быть, слой. Мне кажется, он реально настолько дебил. И, наконец-то, мы дошли до нашего с вами времени. Парапич впервые за долгое время начал активно производить контент. Ля, нихера, они набирают миллион шестьсот, миллион двести, миллион шестьсот. ...тент по Дубаю, рекламируя казино. И многие, увидев этот фрагмент ролика, скажут, а кто, собственно говоря, поносил папича? Кому ебало снести, сука? Таких личностей всего две. Первый это Арсен Маркарян. Если вы часто сидите... Чего? Арсен Маркарян пиздел на папича? Нет, я вначале видел это, но я, честно говоря, это больше вкидывал, как, типа, шутку. Ничего. Если в ТикТоке, то уверен, что вы знаете, что этот человек назвал величайшего абсолютным дебилом. На это папич ответил в таком ключе. Я не знаю, что должен был из этого видоса вынести. Я не знаю просто даже кто это, но, то есть я не знаю, что прокомментировать. Так как фанаты Адекватыча это серьезные люди, которые покупают г*** на курсы про то, как стать мужчиной, инфо-цыгану пришлось потом извиняться на коленях пред королем. Папич, уважаемый, я верный, преданный зритель, я готов задонатить 200 рублей обратно, чтобы меня просить. Ну хоть где-то он фактанул. Второй телепузик на экране это Зио. Данный Ютуб... Ля, фрагментов вообще не будет, что Арсен Маркарян говорил, или просто вот так Джим Гол передал. ...сильнее всех среди популя... Ну ладно, спизданул хуйней и все, ладно. ...челов отрицательно высказывался против Папизи. Аж настолько, что даже его преданная аудитория стала называть его клоуном. Разборщик, увидев такие тупые комментарии, решил написать два колоссальных поста про то, как он не... Так, секундочку, ебать. Нихуя там написал Зио. Это относительно того, что... Так, хорошо. Смешно смотреть, как люди экстраполируют свое мировоззрение на мой просмотр Папича. Ты завидуешь. Это основной тей, который ко мне применяют. Сейчас я напишу много букв, чтобы оправдаться и показать, как же сильно я не завидую и как сильно у меня не бомбит. Я же считаю, что это именно проекция своих взглядов на фундаментальную природу моих взглядов. Ибо, как говорил Шопенгауэр, зависть людей показывает, насколько чувствуют они себя несчастными. Так, пока дру буду. А это... ...пишел написать... Блять. А, ненормально. И людей можно понять. Я нередко общаюсь с подписчиками, и у многих есть работа. В частности, есть у меня модер Миша, который в 36 градусов жары без машины работает курьером. Другой модер Серега, который переехал в МСК и на двух работах ебашил, чтобы выплатить кредит, взятый на адвоката для решения проблем судебными тяжбами. Вы ему еще 70к плюс собрали в прошлый раз, за что вам спасибо. Но это как раз таки, видимо, сборку. Так. Вероятно, у людей с кучей проблем, которые вынуждены работать в блюдских условиях, это и вызывает зависть. Ибо она является отражением их положения. Однако, относится ли это ко мне? В данный момент, благодаря ютубу, каналу и вашей поддержке, я основные проблемы, которые тянули меня вниз и внуждали справляться с ними, я решил. Сейчас, разве что, ипотеку выплатить нужно. Да и все. Считай, в пирамиде Маслоу могу подниматься выше. Минимальный порог преодолел. Так же, сама зависть весьма враждебное чувство, которое омрачает позитивные ощущения у себя и других людей. Так, вниз. Возможно, даже вынуждает тебя действовать с целью нанести ущерб благополучию объекта зависти в стремлении занять его место. Похоже ли это на мое отношение к папичу? Может, я был замечен в рекламе кайзиков или букмекеров и иной залупой для легкого обогащения? Может, я стремлюсь создать свою крипту, хуевый мерч за оверпрайс или иным способом пытаюсь монетизировать лояльность своей аудитории? Хуй. Я даже колесные ауки не кручу на постоянке с целью получения легкого заработка. А все почему? Потому что мне похуй на овердоходы. Я человек скромный. Мои жизненные приоритеты не связаны с огромным заработком. И попробуйте это оспорить. У вас есть материалы, выкладываемые несколько лет. Мое фундаментальное отношение к папичу, Моргенштерну и подобного рода персонажам базируется на, скажем так, насмешливой неприязни. Мне омерзительно то, как к образу жизни этих цирковых обезьян стремятся миллионы людей. Я презираю такой лайфстайл, когда человек без принципов готов продать что угодно, лишь бы только получить побольше денег, которые он даже потратить нормально не может. Что уже становится смешным. Я не смотрю контент инфо-цыган, казино стримеров и прочих людей, с которыми нельзя словить кек. Я смотрю Моргена и папича, потому что это именно что деграданты, которых заваливают деньгами. Собственно, смотря на то, как тупой человек тратит свои колоссальные доходы, для меня смешно. То, как папич получает 100 тысяч долларов и не просто не может снять влог, а еще и отрекламировать продукт, просто потому что тупой, камон, он из-за жары не посещает море, а пытается ночью по стелсу туда пробраться. И критикует самый дорогой отель за отсутствие гречневой каши. Морген Штерн же говорит, что с него сосут бабки, больше такого не повторится. И также дает бабки своей нынешней девушке. Говорит, бывший, иди нахуй, я тебе не куплю квартиру и арендует квартиру для нынешней девушки сына 14 лямов за полгода. Не, вообще по факту. Просто вопрос. Он реально разъебал этот пост из-за того, что ему написали завидуешь? Нет, так-то по факту. Просто он реально написал из-за того, что сказали ему, что завидуешь? Вот это, вот это реально забавно. Он не завидует папичу. Прочитав эти прекраснейшие стихи, в башке появляется мысль. Тот, кто пытается доказать, что не завидует, и есть истинный завидник. Однако вы совершенно не правы. Ну, кстати, вот без шуток, вот красиво, кстати, пишет Зио. Ну, вот это мне прям понравилось. Потому что на самом деле Зио... Сразу видно, у него, в отличие от меня, не было по русскому языку тройбанат. О, любит, попизикся. Блядь, ёбаный сука русский. Единственный предмет в школе, который у меня сложно давался. Причём я русский, блядь. Сам. Это вообще абсурд. ...тем своим сердцем. Вау, вот это шок наравне расставания Марьяны Ро и Вани Гая. Но давайте уберём весь юмор и по-честному разберём этот ситуэйшн. Зио, ютубер-разоблачитель, который активно выступает против рекламы всякой чернухи. Специально ради своего возлюбленного опубликовал посты с рекламой конторы Маньякича. Так ещё и в придачу скинул свою реакцию на видос «Дубайская авантюра» без какой-либо цензуры на футболку по пизе, против которой тот, по идее, должен выступать у себя в телеграм-канале на 30 тысяч человек. Он даже забайтил своих подписчиков, чтобы те зашли на видос и лицезрели нативный пиар-казино. Вам мало? Хорошо, сейчас покажу... Ну, кстати говоря, Джим Голд в чём-то-то прав. Ну, типа, ты же, по сути, говоришь, что ты не делаешь рекламу казино и тому подобного, но нативно она всё равно пораскальзывает, но ты же, типа, её осуждаешь. Поэтому это не считается. Ну, я говорю, по этой причине как будто лучше не кричать, что ты нихуя ничего плохого не рекламируешь, потому что, ну, тебя действительно может подтянуть под любую хуйню. Понятное дело, о чём говорил Зио. То есть, то, что он целесообразно, вот, целесообразно, блядь, намеренно не рекламирует казики, БКшечки, всякие ауки особо не делают. Ну, то есть, относится к ковердоходам на уровне, э, нахуй их. Но, да, из-за того, что у него жопа подгорела, судя по всему, он, как бы, случайно это прорекламировал. Сам даже с того не хотя. Ну, да. Есть такой момент. Я вижу ещё больше пруфов истинной симпатии Зио к величайшему. Зрители Зубарева знают, что когда тот смотрит фильмы со всяким трэшем и запрещенкой, его модераторы заранее кидают ему замазанный файл. Но Зио специально в честь своего сэмпая не то, что не сделал столь очевидное действие. Он посмотрел все три видоса Папича без какой-либо цензуры на своём стриме со средним онлайном в одну-две тысячи человек. Ради любимого пошёл против принципов. Настоящий семьянин. Смотря на этот прикол, многие, наверное, подумали, что, видимо, стримерам реально придётся отдельно замазывать видосы Папича, чтобы не было нативной рекламы запрещенки, как в случае Никоглая. Но не беспокойтесь, друзья, ибо конец Папича близок. Каким образом? Легко. Мало кто знает, но недавно Твич заблокировал четыре канала с рекламой конторы Папича. То есть да, если Ютуб решит сделать то же самое, то считаем. Три ролика, три страйка равно минус канал. Это все на данный момент доказанные причины ненависти к Папичу. Вообще, у величайшего куда больше грехов, и если не лениться, то можно записать хоть 30-минутный ролик. Но, как было сказано ранее, не... А, у него именно канал по Казику заблочен. Все, я понял, я понял. Потому что был момент, когда я заходил на Ютуб и что-то, ну, искал Папича. И только через ВПН смог отрыть казино-канал. И вот, видимо, как раз-таки из-за этого у меня прошла такая деформация. Я думал, что это основу ебанули. И все вы ебанули косвенные. Хорошо, пойду сделаю принт с Папичем на все майки. На этом сайте можно выбрать любую одежду среди 150... Я не знаю, как будто вообще похуй, типа. Как будто никто не ненавидит Папича. Ну, то есть, то, что Зио сидел и говорил, что он тупо тратит бабки. И то, что Папич, ну, глуповатый. Как бы, ну, так это же реально так. Он реально, сочи, странно тратит бабки. И как бы с этого можно посмеяться. Все это делали. Ну, то есть, что люди сидят и говорят, ебать, ты завидуешь. Ну, как бы, во-первых, это рофл, очевидно, да? И, во-вторых, ну, блядь, да, я бы хотел столько денег, а чё, хули нет? Правда, я бы не хотел рекламировать OneWin, но бабок столько бы я хотел. Это вообще без вопросов. Вот если бы мне платили столько бабок, там, допустим, за нормальную БК, я вообще был бы не против, честно. Но просто OneWin именно хуйня, понимаете, чё я говорю? Вот чём прикольчик. А я думал, что Папича прям, ну, не кто-то сидит, говорит хуйсос. Говорят, что они вообще мрази ебаные. Что его в рот ебал и так далее, я не знаю. Здесь ничего такого нет.